друзья всем привет сегодня у нас испытание с мегой тачдауном вышло за его прохождение мы получим 20000 золотых монет и набор варваров разнообразных 100 обычных варваров 25 варварский хижин то элитных варваров ну и варварскую бочку в количестве 10 штучек награды неплохие для тех кто особенно использует своей колоде одну из карт которые даются в награду ну и собственно 20 тысяч золотых монет также лишними не бывает сделать нужно 9 побед 4 я уже сделал на другом аккаунте поэтому на него и переходим и так друзья на аккаунте мы на котором я буду проходить это испытание уже 4 победки сделано 4 победки при этом если многие любят писать что вот ты переходишь на другие аккаунты для того чтобы те слабее противников давали нет все гораздо проще я перехожу для того чтобы затестировать колоду если она хорошо идет то я для того чтобы не тратить время так и прохожу на этом аккаунте испытания ну а так смотрите нормальных мне здесь дают противников 6 600 6 700 рекорд до этого был 5 800 в общем нормальные средние игроки которые чаще всего и попадаются во всех испытаниях и неважно с какого аккаунта ты проходишь эти испытания 4 победы сделано продолжаем играть кстати колода самое важное то что надо было сказать я на самом деле не стал ничего выдумывать взял колоду которая проходила до этого похожее испытание такое же испытание с мега тачдауном 2 по месяца назад у меня видео выходило вот из этого видео зашел я взял колоду и спокойно пока я иду но при этом можно сразу сказать что есть проблемы против карт толстокожих против электрогиганта вообще прям сложно наверное этой колоды будет играть но если будет будут проблемы против таких карт алика рекомендую огненного духа например заменить на пламенного дракона и добавить возможно одно какое-то защитное здание против против воды против одной из противовоздушных карт либо гоблина с дротиками либо летучих мышек в целом колода это не нацелена на серьезный пуш она нацелена на высчитывание эликсира и на резкую атаку в том моменте когда у противника про сетка полик просятка как правильно сказать не знаю в общем когда он проседает по эликсиру в этот момент атакуем какой-то из наших атакующих карт ну и плюс есть королевские рекруты которые очень сильны кстати в этом игровом режиме ну что ж друзья к слову от слов к делу давайте поиграем наконец-то бразилец против меня листок дает гоблин судья ну и меня сразу стартовой руке есть такие товарищи которых я обязательно призову и прямо сейчас я их призову причем фаером попадает ну дракончика тогда добавим по левой стороне сюда ночную ведьму и копим сейчас на эликси эликсир на фаербол надо магического лучника конечно убивать и стрелы тоже сюда закидываем хорошо что они есть в этой колоде и вообще большое количество заклинаний набрал на все случаи жизни ну и собственно таким образом добираемся до зачетной зоны 2 2 брейк тайбры как это называется я не специалист конечно по американскому футболу но мега тачдауне все идет неплохо у меня гоблин с дротиками сразу бревнишко не жадничаем вижу цель и и устраняю так а у него еще и принцесска есть ладно магический лучник хорошая молния и вот сейчас у меня проблема мне особо нечем контрить все это дело поэтому мне надо как-то резко крутиться большие проблемы но я сейчас армии скелетов должен мини генераторов законтрить по идее да то получилось но проблемка то в том что еще надо как-то убивать таран да здесь я проиграл в этой во втором раунде хорошо здесь сыграл мой противник раскачал меня у меня был неудачный цикл сразу скажем и плюс хорошую молнию он качественно отдал заклинание в этом игровом режиме очень сильно решают они вносят как раз таки сумятицу которая в итоге способна пробить защиту противников так фаербол я решил сохранить на магического лучника зря он подставляется и печкой и магическим лучником под так а бревно здесь не докатывается до не докатывается но хотя бы убила надгробия ладно это тоже победа но вот по циклу мы видим что по циклу у меня в этой игре проблемы если цикл попадает так что я у меня карты не подходящий то я конечно проигрываю как это было позапрошлом раунде ну и у него фаербол бейтовая колода это проблемка кстати тоже молнию будет он сейчас отдавать ой ой он сейчас проиграет да это было очевидно вот молнию отдаем в момент когда она прям когда наши войска ближе к его зачетной зоне и он ничего не успевает сделать такой уже не первый раз фокус прокатывает именно поэтому я взял в колоду это заклинание она моментально убивает большое количество зданий большое количество защитных карт и молния мне кажется в мега тачдауне она прям она прям им будет что ж первую игру на видео выиграли уже хорошо скинул бы летучих мышек ну наверное скинул но если там будет ведьмина бабушка то надо будет молнию моментально отдавать не было ведьминой бабушки цикл у меня отвратительный конечно поэтому я скину стрелы просто смотрите у меня одни заклинания в колоде в начале ужас просто просто проигрываю за цикла я не успею накопить не успею накопить на на стражей на этих самых рекрутов вернее ну ладно армии скелетов задефался гоблина с дротиками выставил в общем то получилось в итоге все не так плохо как я ожидал как как могло бы быть ночную ведьму можно было в защиту выставлять но я предпочел в атаку и молнию здесь готовлю такую молнию и магического лучника здесь уже в защиту надо выставлять это уже обязательно иначе я не задаваю здесь а я может быть и так не задаваюсь а у меня не надо даваться летучая мышка все-таки долетела и принесла победку хотя если бы она не долетела то скорее всего я бы проиграл потому что не ум не успевал я остановить адскую гончу вот еще кстати одна причина для чего можно взять вместо огненного духа например в колоду огненную эту пламенного дракончика так сюда мы принца ну и здесь рекрутов надо выставлять нет более подходящей карты в данной ситуации стрелы сейчас отдавать буду вот сюда я думаю вот даже левее чуть-чуть и кабанчик добегает зачетная зона все огонь ведьмина бабка тоже в этом испытании просто необходимо она призывает кабанчиков а это самая быстрая карта в этом регоровом режиме поэтому обязательно обязательно берите ее если есть такая возможность опять у меня цикл не очень удачный так вот она и ведьмина бабка появилась в мой противник тоже с ней играет здесь вынужден я экстренно еще добавлять надгробие а элитные варвары против летучих мышек это не очень хорошее решение если честно сейчас молнию можно было отдать в электро дракона но я пропустил этот момент и сейчас отдам ее скорее всего куда-то сюда а но это уже не важно он не успевал останавливать таран тоже вторая игра вторая победа слезы от темного принца моего противника ну надеюсь это только эмодзи надеюсь он там в нормальном состоянии не хотелось бы доставлять моральные переживания своим соперникам так следующая игра уже начинается персидский против меня хамед судя по названию его клана опять дает свисток гоблин убивать моего конечно же не будем хотя это можно сделать было бревнишком например или стрелами но стрелы мы лучше отдадим в огненную лучницу которая сразу появляется на поле боя пламенный ну пока отыгрываем по ситуации пламенный в ответ на него громовежец да это читалось тоже пожалуй и нет у меня к сожалению в руке сейчас фэрбола был бы фэрбол все было бы гораздо лучше а так я не могу убить ведьмину бабку и опять из-за цикла я проигрываю друзья просто из-за цикла сейчас первую игру судя по всему я проиграю пока нет пока этого не произошло молнию надо отдавать о чем не нечем больше останавливать эту фигню и ведьму успел на последние этой отдать но это жесть когда такой цикл отвратительно это прям печально здесь тараном но я здесь проиграл уже я не успеваю здесь ничего сделать просто из-за цикла друзья проигрываю добей отлично добил но здесь уже все здесь уже не важно человеку повезло что у меня не было фэрбола он реализовал свою ведьмину бабку и из-за этого не смог я ничего сделать дурацкий цикл в начале игры это вот бич испытаний с мега тачдауном с мега колоды и так далее ну что ж на этот раз у меня есть хотя бы фэрбол в руке это уже неплохо ну и что что ж теперь теперь докручиваюсь до фаера собственно и вот так вот его отдаю сюда бревно отдаю и быстрее бы с этим справиться с а быстрее не получается справиться к сожалению так ведьмину бабушку на левую сторону сюда молнию буду отдавать сюда стрела отдавать буду стрелы зашли а вот да здесь он задевался все таки и теперь проблемки и он судя по всему потратил весь эликсир да сейчас он добавляет еще принцип здесь буду дефаться как-то как-то вывозить пытаться не получается вывести до эликсирный голем меня продавливает очень неудачная игра для меня к сожалению я здесь проигрываю судя по всему да уж ладно сыграем вот так тогда мне больше ничего не остается делать человеку очень повезло очень повезло с первым раундом во втором там тоже я уже ничего не смог изменить мне надо было торопиться играть агрессивно но такое бывает ничего страшного к сожалению поражение опять же ну показывает слабость до колоды моей в плане остановки плане цикла должно должен быть подходящий цикл наверное все таки ну и плюс таких карт как эликсирный голем тяжеловато и мега рыцарь поэтому нужно наверное побольше мини танков хотя я все равно считаю что колода у меня это нормально и легко и можно тащить просто не повезло тупо в первом раунде с циклом и уже от этого все пошло в минус ладно продолжаем этой же колоды ничего не буду я менять гоблина с дротиками сюда подставляется под молнию бревно отдал отдаем сразу же стенобоев левее ну все это победа фаер я конечно отдам здесь но армии скелетов дефаться от ведьминой бабки это конечно не лучший вариант рекруты на рекрутов и у меня следующей карты магический лучник это прекрасно по серединке его поставлю так а вот это не очень хорошо здесь надо бревно отдавать и армию скелета здесь наверное придется использовать не нормально дракончик мой выживает но армию скелета все равно придется использовать и подстраховывать все это еще и принцам вот когда подходящий цикл когда все в порядке то никаких проблем не доставляет даже этот эликсирный голем стрела отдавать не буду здесь по-любому я его продавливаю до забираю второе очко вырываю так скажем проникаю в зачетную зону и еще третье очко надо вырвать чтобы мой противник вообще без очковым оставался так ну что ж мне атаковать сейчас нечем поэтому ведьму добавим ведьмину бабку добавим гоблина с дротиками короче все пол царства на защиту молнию все-таки адам и надгробия чтобы остановить продвижение стрелы придется отдавать до придется отдавать стрелы и фаербол сюда залетит успеет да успеет он еще и подставился неплохо отлично это меня очень радует успел накопить он на башню бомбежку моя магическим лучником здесь спокойно дфусь по левой стороне сейчас бревнишком либо либо громом за дфусь пожалуй громом чтобы усилить атаку ну и принца можно растягивать сейчас защиту да тем более он ставит так неудачно голема и дракончик здесь долетает до дракончик уже не не долетает смотрите-ка успел он ну а что будет с принцем делать по правой стороне ничего многовато или к вам поставил на голема и остался вообще без защиты от принца по правой стороне ну как раз таки растяну я его и заставил уже выбирать по какой стране защищаться 7 победок есть не успел да не успел хотелось убить все-таки этого гоблина так ведьмину бабку таран здесь набоев и сюда гоблина с дротиками заставим пробежаться ребят и надо еще летучих мышек да здесь добавлять молнию может быть отдам сейчас да теперь точно отдам хороший момент для этого был может быть кабанчик еще и выживет да выжил он и еще забежит до зачетной зоны отлично отлично да вот это обидно когда просто на одной там единички здоровья добегает все-таки картишка и о хорош сделал за меня ну него разряд разряд конечно для этого подходит гораздо лучше чем бревно давайте рекрутов выставим и в поддержку им дракончика чтобы справиться с палачом фаер приготовим он сейчас выставит что-то против дракончика и мы эту дуэль выиграем заставим его еще что-то выставлять до дракончик ты меня конечно разочаровываешь данной ситуации ну здесь у нас пойдет надгробие нет здесь будет бревно надгробие при сохраним под что-нибудь посерьезнее и по левой стороне запускаем таран по правости набоев буду запускать до буду запускать потому что ой 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 это 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 по левой стороне зачетная зона да ну видите друзья все равно колода вроде как работает не знаю конечно могут подобрать контру все равно как бы то ни было но по дистанции на дистанции вроде все нормально как работало так и продолжает давайте армия скелетов летучих мышек сюда еще добавим надгробие уже придется добавлять тогда сюда стрелы ой ой стрелы зря дал стрелы зря отдал придется магического лучника доставлять ладно здесь уже здесь уже сам плохо сыграл не надо было стрела давать надо было этот эликсир на защиту в моменте тратить может быть я мог бы выставить там рекрутов королевских например век сейчас собственно и выставлю молнию готовлю как-то так наверно а он самый угол выставился интересно так ну здесь у меня 6 секунд до конца у меня два очка у него одно победа хотя предыдущий раунд он неплохо забрал конечно остается выиграть еще одну игру надеюсь что сюрпризов не не будет и не будет каких-то там электрогигантов например потому что против электрогиганта я говорю будет сложновато звездок началу матча летучих мышек скинуть ли так начало магического лучника наверно теперь летучих мышек и по левой стороне еще стенобоев вот так вот фэрбол готовлю на убитие на убитие этих товарищей так ну по моему не вывозят у меня нифига магический лучник эту защиту ночную ведьму придется доставить и сейчас я накоплю на рекрутов еще так по правой стороне ему надо сейчас защищаться я сюда молнию приготовлю отлично он еще и весьму подставляет ой 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 у него проблемы опять же молния молния друзья она царит царит в этой игре в этом игровом режиме он уже я мне нет никакого смысла ничего выставлять он уже не может задаваться он потратил весь эликсир и подставился этим всем эликсиром под молнию мою огненный дух на правую сторону заставим что-то выставить его так грома грома наверно и буду армии скелетов здесь дефаться и дракончика еще добавлю потому что иначе против у ее здесь таран таран экстренный таран промахивается он а он по-моему не попал фаерболом по грому я не обратил внимание был сконцентрирован на защите но по-моему он потерпел фиаско ну магического лучника выставим адская башня пусть все стоит спокойно и на бой в по левой стороне заставим его чем-то контрить летучих мышек ну все теперь на защиту перестраиваю стрелы добегается на бой да ну вот я говорю заклинания которые закидываешь а когда практика до противник этого не ждет они собственно и приносит чаще всего победу в этом игровом режиме один раз проиграл друзья вы это видели сами противники проиграл кстати ну 6 200 да я говорю здесь средний уровень и такого и дают после поражения понятно послабее дают дальше тоже слабее дали ну и напоследок тоже слабенький был по-моему нет 6 256 рекорд так что так друзья еще раз колоду покажу теперь уже получается только в истории боя такая вот у меня колода проиграл я такой деки на самом деле я думаю что здесь можно выиграть вообще чем угодно поэтому друзья если вы собрали сами хотите собрать колоду попробуйте свои силы то я только это приветствую двумя руками я лишь показываю свое прохождение если она кому-то поможет то я буду только рад на этом все удачи вам в испытании с мега тачдауном да и вообще чтобы этот день неделя месяц год все вся ваша жизнь все прошло замечательно короче всем добра любви и счастья пока